Всем привет! Вчера на стриме разговаривали вот про такой фон, попытался его сделать, у меня на скидку не получилось, там оказалась какая-то хитрая штука реализована в плагине. Делать будем это в After Effects, мне удалось достичь такого результата, поэтому давайте к нему приступим. Итак, есть у нас плагин Element3D, заходим в него, создаем простую плоскость, в принципе все делается так же, как я это в стриме показал, я в общем-то был прав. Вот у нас количество сегментов, которые будут создавать эту треугольную форму, какой-нибудь материал назначаем, ну и пока оставим все так. Теперь идем в группу деформации, ну создаем конечно камеру, что было понятно, что тут происходит. Источник света, но пока поинт создадим. Но в центр камеры его перенесу, короче вот сцена. Так, теперь значит магия заключалась в том, что мы включали вот эту вот деформацию для шума, делаем ей большой масштаб, чтобы прям каждый практически фейс подвигался. Ну а интенсивность у нее делаем небольшую. Как видите, вот в таком видео то, что у меня и получилось, это какая-то ерунда. Оказалось все в том, что сглаживание между полигонами, оно работает до деформации. Собственно, поэтому у картинки такой дурацкий вид. Чтобы это пофиксить, нужно вот в настройках геометрии, вот тут вот внизу вот эти вот параметры нормалей на динамический поставить. Ну и допустим градус, вот я на 0 тоже убирал. И вот теперь свет правильно обсчитывается на, короче, каждой гранью. Если вот использовать источник света точечный, то он создает немного такую другую. Кстати, мне еще не очень понравилось, как выглядит здесь отражение на материале, поэтому я вот их обычно выключал. Не нужны, мне кажется, они здесь совершенно. Теперь, ну чисто игра света. Как видите, источник света типа точку, он создает немного радиальный градиент. Вот, рендерить нужно с видом сверху. Тогда нет перспективных искажений, и получается, что у нас все заполнено чисто треугольниками. Вот, ну в оригинале мне показалось, что использовался источник света типа параллельного. Вот он по умолчанию примерно такой, как сейчас на картинке структуру создает. Ну, у него там есть две точки, куда он светит. Ими мы управляем направлением света. То есть подбираете нужный угол. Видите, вот так, например, квадраты получаются. Так вот, треугольники. Здесь вот он как угол. То есть у параллельных источников света у него нет точки, у него просто угол. Его самого расположения значения не имеет, поэтому просто вот углом между двумя точками выбираем направление. Он также по всем трем осям действует. То есть сверху вниз. Сейчас вот мы видим только сверху. Собственно, вот. Еще можно, например, вот с помощью этих параметров добиться, либо чтобы волны, если маленький параметр сдавать, то... Ну вот evolution еще давайте проанимируем. С помощью expression, чтобы не париться. Если маленький параметр сдавать, то они будут вот такие вот волнами гладкими двигаться. А при большом параметре будет более рандомное движение. Как-то вот так. Ну а блики эти уже, наверное, от материала идут. То есть у него вот этот вот... Так... Вот этот вот блик, его, наверное, можно там покрупнее сделать. Эту сферу красную мы чисто вот для того, чтобы посмотреть, как блик на поверхности получается. Делаем его вот помягче. Сама сфера не нужна. И теперь вот переключение цветов будут немножко помягче. Вот. Прикол в том, что вот это видео невозможно отрендерить, потому что After Effects не подхватывает камеру сверху. Он будет всегда рендерить активной камерой. А у активной камеры, если мы вот ее начнем поворачивать, она будет немножко такие перспективные искажения, из-за чего прямые линии вот здесь вот, которые были на виде сверху. Вот. У нас же просто прям сетка получается. А в активной камере они будут немножко вот так вот здесь вот к краям идти. Ну, вы сами видите. Чтобы этого избежать... Так, я эту камеру, наверное, удалю. Новую камеру. И она будет у нас как бы... Вот видите, стандартные камеры, они, по-моему, 35 или 50. По-моему, 50. Это как бы фокальное расстояние и угол обзора, он вот достаточно 30-40 градусов. А нужно сделать, по-моему, это называется ортодоксальные или какие-то такие камеры, то есть, которые перспективу не учитывают. Это можно сымитировать, сделав вот этот угол очень маленьким. Вот, например, единицу поставлю. И теперь, если посмотреть на виде... Вот эта камера у нас где-то здесь. Видите, он ее куда утащил? Очень далеко. А мы ее пока посмотрим. То есть, у нас, получается, она находится... Ну, короче, она вот там находится. Нам нужно... Она, вернее, находится вот здесь вот, но смотрит она вот туда. И вот этот узкий пучок... То есть, обычно мы ее вот так вот видим. А здесь он очень узкий, поэтому практически в линию превращается. Нам нужно ее, во-первых, повернуть... Камеру повернуть вниз, чтобы она смотрела. Минус 90 градусов. Ну и поднять вот так. Поднимаем, поднимаем. Видите, пучок расходится. Вот здесь вот в активной камере уже начинается там масштаб подбираться. В общем, этими параметрами вот подбираем как бы крупность этих квадратов. Ну и, собственно, все. Вот фон, как в уроке. Правда, там использовался черно-белый. Ну, я думаю, это вообще ни для кого не проблема сделать черно-белое изображение из цветного. Примерно вот такой фон там на заднике и был. Короче, вот так. Проблема решена. Надеюсь, вам это пригодится. Не забывайте ставить лайки. Подписывайтесь на канал. Присоединяйтесь к просмотру стримов. Там много полезной информации, ответы на вопросы, общения и просто приятные ламповые встречи. Подписывайтесь и увидимся или услышимся. Пока!